Спорт нацелен на объединение, а не на разъединение Захарова о ситуации вокруг финала Лиги Европы в Баку Политизация спортивных мероприятий – вещь, которая противоречит тем международным документам, в частности Уставу ООН, а также двусторонним и многосторонним договоренностям стран Спорт нацелен на объединение, а не на разъединение Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге, коснувшись ситуации вокруг прошедшего в Баку финала Лиги Европы Спортивные мероприятия как раз призваны снижать градус либо конфликтов, либо даже военных действий И мне кажется, как раз эту традицию и нужно, в первую очередь, возрождать, сказала она По мнению Захаровой, было бы здорово, если бы силами неправительственных организаций, государств можно было возобновить традицию прекращения военных действий на время проведения спортивных мероприятий На уточняющий вопрос, можно ли назвать Баку небезопасным городом, Захарова ответила, что она назвать Баку опасным городом не может «Баку входит в мой личный список мест, куда я с удовольствием приезжаю Другое дело, что я в футбол не играю», сказала Захарова Вечером 29 мая Челси выиграл Лигу Европы, победив со счетом 4-1 лондонский арсенал на Олимпийском стадионе в Баку Фанатам обоих клубов отказывали в азербайджанской визе Для граждан Великобритании она оформляется онлайн, из-за того, что их фамилии звучат как армянские Армянский полузащитник лондонского арсенала Генрих Мхитарян после консультаций с клубами семьей решил, что в Баку он не полетит по соображениям безопасности 26 мая газета Daily Mail рассказала, что Ефа запретила игрокам арсенала выйти на разминку в футболках с фамилией Мхитарян на спине Футболисты иногда поддерживают своих одноклубников таким способом, например, в случае тяжелой травмы Любая форма по правилам должна быть согласованной с ассоциацией, и конкретно эту она разрешать отказалась В день матча пограничники в аэропорту Баку дарили болельщикам цветы и брелки с футболкой легендарного советского арбитра Тофика Бахрамова А через несколько часов тех же болельщиков в центре города задерживали полицейские за фамилию армянского футболиста на спинах клубных маек, напоминает BBC Субтитры создавал DimaTorzok